Самаркандский государственный медицинский университет. Кафедра Организация фармацевтического дела. Лекция 3. Правовые основы лекурирования фармацевтической деятельности, требования и условия лицензирования аптек. План. Конституция. Основной закон государства. Основные принципы государственной политики в сфере обращения лекарственных средств. Категория фармацевтических аптек, лицензионные требования и условия ведения фармацевтической деятельности. Конституция. Основной закон государства, который является основным ориентиром справедливости для нашего общества. Согласно Конституции, государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, местожительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов и других поступлений. Конституция Республики Узбекистан в системе правовых актов имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется всей территорией Республики Узбекистан. Законы и иные правовые акты не должны противоречить Конституции. Основным документом, определяющим формирование системы здравоохранения в новых экономических условиях является Кодекс Республики Узбекистан об охране здоровья граждан Республики Узбекистан. Государственное регулирование медицинской и фармацевтической деятельности осуществляется путем проведения государственного контроля за медицинской и фармацевтической деятельностью, лицензирование медицинской и фармацевтической деятельности, аккредитации в области здравоохранения, аттестации физических лиц, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую деятельность. Государство гарантирует гражданам Республики Узбекистан право на охрану здоровья, представление гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, равной доступ к медицинской помощи, доступность, качество и безопасность лекарственных средств, неприкосновенность частной жизни, сохранение сведений, составляющих врачебную тайну, свободу репродуктивного выбора. Государственное регулирование отношений в сфере обращения лекарственных средств осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан путем проведения государственной регистрации лекарственных средств, лицензирования видов фармацевтической деятельности, сертификации лекарственных средств, аттестации физических лиц, осуществляющих фармацевтическую деятельность, государственного надзора и контроля за фармацевтической деятельностью и государственного регулирования цен. Критерием для определения категорий и структуры аптек аптечных складов являются объем и виды, осуществляемые ими фармацевтической деятельности. По объему и виду фармацевтической деятельности аптеки подразделяются на три категории. К аптекам первой категории приравниваются аптеки, осуществляющие прием хранения, реализация полного перечня основных лекарственных средств, включая содержащие наркотические средства, психотропные вещества, прием хранения, реализацию изделий медицинского назначения и очковой аптеки и третье изготовление лекарственных форм, в том числе асептических и стерильных. К аптекам второй категории приравниваются аптеки, осуществляющие прием хранения, реализацию на не менее 70% перечня основных лекарственных средств, включая содержащие наркотические средства, психотропные вещества и прием хранения, реализации изделий медицинского назначения и очковой оптики. К аптекам третьей категории приравниваются все остальные аптеки, отвечающие квалификационным требованиям, предъявляемым при лицензировании видов фармацевтической деятельности. Структурное подразделение в аптеке второй категории отдел запасов лекарственных средств, отдел реализации готовых лекарственных средств, в том числе отпускаемых без рецепта врача и отдел очковой оптики. Лицензия – это документ в специальной учетной записи, имеющий собственный уникальный серийный номер. Лицензия выдается конкурентному юридическому или физическому лицу. Выдача лицензии другому юридическому или физическому лицу запрещена. Контроль за соблюдением требований лицензионного соглашения. Строгое соблюдение законодательства о фармацевтической деятельности. Осуществлять деятельность в рамках видов деятельности, указанных в лицензии, а также в соответствии с лицензионным соглашением. Создание соискателем лицензии условий для осуществления лицензируемой деятельности, включая использование соответствующей материально-технической базы, оборудования и других технических средств. Общие сведения о сертификации товаров и порядке их передачи. Слово сертификация на латыни означает «сделано правильно». Процесс сертификации выполняется, чтобы убедиться, что продукт выполнен правильно. Сертификация – это процесс письменного подтверждения третьей стороной того, что продукт, процесс или услуга соответствует указанным требованиям. Этот вид сертификации, в том числе для фармацевтического продукта, является сертификатом соответствия. Термин «соответствие» означает «соблюдение установленных требований». Правовой основой сертификации лекарственных средств является закон Республики Узбекистан о сертификации товаров и услуг, о защите прав потребителей, о лекарственных средствах и фармацевтической деятельности. Система сертификации – центральный орган управления и контроля системы, участники системы, документы об оценке соответствия. Есть два способа передачи информации – сертификат соответствия и знак соответствия. Сертификат соответствия – это документ, выданный в соответствии с правилами системы сертификации для подтверждения соответствия товаров или услуг определенному нормативному документу. Знак соответствия – это зарегистрированный знак, используемый в соответствии с правилами системы сертификации. Сертификацию услугой обычно проводит производитель, основная цель которого – показать, что товары хорошего качества и конкурентоспособны на международном рынке, направлены на создание почвы для внедрения. Перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации, утверждается Кабинетом министров Республики Узбекистан в порядке, установленном законодательством приложения первых постановлений номер 318. Аптека отвечает за производство, продажу и заключение контрактов на лекарства для государственных нужд. Аптека имеет договорные отношения с другими учреждениями, организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности. Он волен выбирать вид контракта, обязательства и многие другие условия деловых отношений, не противоречающих закону. Документы, поданные в лицензирующий орган, заявление на получение лицензии, наименивание и организационно-правовая форма юридического лица для юридических лиц, его местонахождение, Адрес наименивание учреждений банк и счет и банковского учреждения для физических лиц тоже. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Подтверждение оплаты пошлиной. Спасибо за внимание. Продолжение следует...